Бывшая гостиница «Королевские номера» здесь провел свои последние дни великий князь Михаил Романов. В 1918-м родной брат российского императора под конвоем был доставлен в Пермь. Михаила сопровождал личный секретарь Брайан Джонсон. Обоих сотрудники пермской ЧК и милиции тайно вывезли в направлении Левшина и расстреляли в лесу. В архиве новейшей истории хранятся документы, где есть информация об организаторах и участниках преступления. На этом фото чекист Андрей Марков, застреливший секретаря Брайана Джонсона. Есть свидетельства о том, что он снял с руки убитого серебряные часы и долгие годы носил их как трофей. Марков гордился причастностью к расстрелу представителей императорского дома. Андрей Васильевич Марков, он написал единственные, пожалуй, наиболее подробные воспоминания об этом деле. И он действительно считал это, пожалуй, главным делом из своей жизни. И встречались, когда где-то с пионерами он говорил об этом эпизоде, но не раскрывал подробности, мотивировал тем, что он дал слово Ленину. Лично никогда не говорить более подробно об этом событии. Дело об убийстве Романовых ведет Следственный комитет России. Пермский эпизод выделен в отдельное производство. Им занимаются местные криминалисты в сотрудничестве с архивистами. Те помогают следователям собрать и изучить все сохранившиеся документы. Некоторые из них открывают новые подробности преступления. Нам, конечно, пришлось приспосабливаться к этой специфике, потому что одно дело оценка историками документов, и совсем другое, как к этому относится следователь, который действительно разыскивает и место, где произошло убийство, и останки, которые до сих пор не найдены. Поисками останков занимается и Международный фонд «Серч». Его создал Петр Сарандинаки из США, потомок русских дворян и мигрантов. Он организует поисковые экспедиции. Их участники – судебные археологи, кинологи, криминалисты из Британии, США и России. Они ежегодно приезжают в Пермь и ведут раскопки в предполагаемых местах убийства. Используют современную аппаратуру разыскных собак. Я себе не могу оставлять эту работу, конечно, тут, в Перми. Я начал её, и пока есть сила, и пока люди дают деньги для этой работы, мы приезжаем и делаем. Волонтёры, поисковики, историки, следователи собрались на специальные конференции в Перми. Здесь они обобщат собранную информацию и наметят дальнейшие шаги, чтобы распутать детектив почти вековой давности. Юлия Языкова, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.